Всем привет! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Step-a-wolf. В предыдущей серии мы побывали в нескольких подземных реках Нижнего Новгорода, в том числе и в коллекторе реки Пачайна, которая сыграла ключевую роль в истории этого великого города. А сейчас мы отправимся в исторический канализационный коллектор, который был сооружен в период строительства первой очереди канализации Нижнего Новгорода. Я сейчас нахожусь в историческом канализационном коллекторе в Нижнем Новгороде. На рубеже 19-го и 20-го веков перед городскими властями большинства крупных русских городов одной из основных задач стоял вопрос об устройстве канализации. Лишь в нескольких городах на тот период уже велось строительство сетей водоотведения, а в Одессе, Ялте, Киеве и Москве в строй вступили первой очереди канализации. В 1903 году на 6-м русском водопроводном съезде в Нижнем Новгороде обсуждался проект канализования города, составленный профессором Чижовым. По нему предлагалась раздельная система канализования. Спуск сточных вод осуществлялся в Волгу у нижней границы города. Планировалось два бассейна канализования первой очереди. Первый коллектор предполагалось проложить по Ковалихинской улице, по дну бывшего оврага самотеком направляя стоки к очистительной станции на берегу Волги у нижней границы города. Второй коллектор – на нижней набережной рек Оки и Волги, сточные воды из которых двумя насосными станциями перекачивались на ту же станцию. Очистка сточных вод перед выпуском должна была осуществляться комбинированным способом – механическая и химическая. Попробуй, ну сверху, вот этот сверху, вот этот сверху, вот этот сверху. Давай. Оседлала Костю? Оседлала. Ноги, четыре стороны. И бравым шагом вперед. До наших дней частично сохранился кирпичный туннель, который отводил сточные воды, поступавшие по главному коллектору вдоль Ковалихинской улицы к грабельной камере Усиной площади. По этому кирпичному туннелю нечистоты спускались самотеком вниз, до фабричной Слободы, где перед водовыпуском в Волгу находилась очистная станция. Среди нижегородских диггеров это сооружение получило название «Красный туннель». О, будешь? Иди сюда быстрее. Это, кстати, по-моему, не начнется. Но это не крова, слишком маленькая. Да нет, у нас начнется. Хотя иногда ушаны меняют. Субтитры создавал DimaTorzok Реализовать проект канализования Нижнего Новгорода удалось только спустя десятилетия. Несмотря на сложившуюся сложную экономическую ситуацию, вызванную начавшейся Первой мировой войной, в 1914 году в Нижнем Новгороде приступили к работам по устройству канализационных сетей. Основной магистральный коллектор на Ковалихинской улице доставлял сточные воды к грабельной камере, в которой были установлены решетки для удержания крупного мусора и твердых нерастворимых фракций. Грабельная же камера называлась потому, что там были смонтированы механические грабли, снимавшие этот мусор с решеток. Из этой камеры сточные воды попадали в тоннель, кирпичный коллектор, по бокам которого находились два бетонных лотка для транспортировки нечистот, а посередине людской ходок. Лотки были закрыты бетонными плитами. Их пропускная способность составляла 492 литра в секунду, 42,5 тысячи кубометров в сутки. Длина тоннеля 640 метров при максимальной глубине заложения 32 метра. Тоннель имел электрическое освещение. Здесь сохранились чугунные крышки, которые закрывали лотки, где текли сточные воды. В принципе, все эти лотки были закрыты такими крышками. А вон и мышки летают. Интересно, что в подземных сооружениях Нижнего Новгорода мне довелось встретить больше летучих мышей, чем в каких-либо прочих подземных объектах в других регионах. Свети на дальнюю стенку кости. Давай я вот так выключу. Горизонтально фотографирую. Вертикально это же... Ты плесень двигаешь, так. Кто еще издевается над ней? Издеваешься над ней? Мне вообще мышку жалко. Знаешь, не думай на нее. В него пересвечиваешь. Вот так. Да, подожди ты. В нижней части туннеля находилась камера с приемным резервуаром емкостью 12,3 тысячи литров и очистная станция, принцип действия которой предполагал почти полную очистку сточных вод от осадка и их дезинфекцию. Что для того времени являлось передовым техническим решением. Первоначально сточные воды попадали в песколовки, где проходили очистку от песка и прочих мелких нерастворимых примесей. Следующим этапом очистки были отстойные колодцы, спроектированные по эмшерскому типу. Или, применяя современную терминологию, первичные отстойники, в которых происходит осветление воды и избраживание выпавшего осадка. Осадок высушивался на специальных дренажных площадках, аналогах современных иловых карт и впоследствии применялся в качестве топлива или для устройства насыпи. Мощностей первичных отстойников хватало на очистку 3000 кубометров в сутки. Следующим этапом очистки был биологический фильтр, основным фильтрующим элементом которого являлся шлаковый пласт. После его прохождения воды хлорировались в течение двух часов и самотеком по трубам, проложенным на дне Волги, спускались в Волгу в районе прохождения фарватера. Проект канализования Нижнего Новгорода был составлен, как говорилось ранее, профессором Чижовым. Работы, производимые по этому проекту, курировались инженером Доброхотовым. Официальное открытие канализационной сети Нижнего Новгорода состоялось 4 декабря 1916 года. Фактически же отдельные части системы начали функционировать еще с февраля 1916 года, что было продиктовано необходимость удаления большого количества сточных вод из лазаретов и воинских казарм. В следующей серии мы расскажем о, пожалуй, самых известных гидротехнических сооружениях Нижнего Новгорода, дренажно-штольневых системах, строительство которых началось еще в середине 19 века. И, конечно же, не забывайте про сбор ваших лайков на развитие канала, а также поддержите нас вашими репостами и не забудьте подписаться на наш канал, если вы еще этого почему-то не сделали. Всего вам самого наилучшего и до скорых встреч!